Добрый день, уважаемые зрители и слушатели, с вами канал Точка Сборки, я Борис Марсанкевич и сегодня в очередной раз у нас в гостях создатель и руководитель портала Атомная Энергия 2.0 Павел Яковлев. Вы сетенитесь в гости, приветствую вас. Павел, сегодня хотелось поговорить вот впервые не о новостях, а о том, что, собственно говоря, происходит в мире атомной энергетики. По-прежнему ее доля в общем мировом балансе не колеблется между 10 и 11 процентами, хотя, казалось бы, и технологии разработаны хорошие, и постфугусимский кодекс безопасности гарантирует того, что инцидентов подобных тем, которые были в Советском Союзе, в Японии и в Соединенных Штатах не повторится, казалось бы, все составляющие. И экологично не используется химическая реакция горения, значит, никакого вклада в глобальное потепление нет. И не зависит ни от погоды, ни от времени, года. И вот, ну, казалось бы, почему? Мы как замерли, вот, по-моему, где-то на уровне начала этого века, вот, 10-11 процентов, 10-11 процентов, да, что-то новое строится, новое, появляются и новые проекты какие-то, но подходит срок, выводятся старые, и если посмотреть, то динамики, собственно, гранит, есть вот такая ровная линия, вот, установленная мощность атомных электростанций, практически констант. В последнее время только немножко стало шевелиться, в основном за счет массового строительства в Китае, но пока вот такая какая-то картинка. Почему не взлетает? Почему нет доли в 20, в 30, в 40 процентов? Да где-то взлетает, но не везде. По моему мнению, там это множество факторов, это и культурные, и социальные, и политические, экономические, международные, глобальные и технологические. И вот эта совокупность факторов, ну, в первую очередь, наверное, надо сказать, что массовое строительство атомных станций крупных блоков началось в 60-х годах и продолжалось в 70-е годы, наверное, до середины 50-х, до Чернобыля. И тогда как раз атомная энергия виделась практически всеми странами, особенно большими странами, как вот глобальное решение и энергобезопасности, и надежности, устойчивости, и самых больших перспектив связывались с этой отраслью, вот. Но в своей эволюции случился ряд, так сказать, инцидентов, также политическая система мира эволюционировала, менялась, кадровые вопросы менялись, финансовые, экономические, технологии строительства тоже менялись, финансовые, инвестиционные. Ну, одно за другим. На самом деле, вот как бы, если мы говорим о Соединенных Штатах, а именно они были как бы лидерами мировыми, большая атомная тройка в составе Соединенных Штатов Советского Союза и Франции, она неравновесная, не секрет, что во Франции три волны строительства занималась компания Fram Atom, это аббревиатура Франция, Америка Atom, брались американские технологии, было соглашение о том, что будет построено такое-то количество блоков, потом это технология полностью передается французским специалистам для развития, то есть, как бы, две ведущих компании, но даже в Советском Союзе такого количества строительства, которое было в Соединенных Штатах, они строили не только у себя, но и на электростанционной территории Японии, той же Южной Кореи, Франции, везде и всюду они были, но в 79-м году Тремайл-Айланд, инцидент, которые действительно по счастливой случайности не перерос в катастрофу уровня Чернобыльска, и дальше возникла вот эта пауза, которая длилась, ну, собственно говоря, 30 лет, 30 лет за то время, которое, ну, для любой отрасли, это уже просто опасно, потому что специалисты просто уходят, срок жизни у человека, как ни странно, ограничен, уходит на пенсию, уходит из отрасли, те заводы, которые работали на атомные заказы, видя, что новых нет, ну, соответственно, грубо говоря, технологические линии на машиностроительных заводах просто разбирают, нет заказов, зачем держать, уходят специалисты, которые были способны работать на атомном уровне, на атомной точности, огромные металлические конструкции, состыковка в микронах измеряется, в общем-то, вещь фантастическая, квалификация требуется такая же, эти люди ушли. И, на мой взгляд, вот 79-86 год, там небольшая пауза, и в такую же атомную паузу попала еще и французская атомная отрасль, может быть, вот это как-то сказалось, то, что, то, что было таким драйвером, приводным мотором всего этого, вот у них возникла пауза, а с чем она была связана, почему, ну, казалось бы, ну, хорошо, вот произошло то, что произошло на 3-майлайланде. Государственный регулятор, МРЦ, все аккуратно проверил, выяснил, какие были ошибки, ну, казалось бы, учтите и продолжайте. Да, я думаю, здесь, опять же, множество факторов. Один из наиболее интересных – это конкуренция с другими видами топлива, возможно, появление дешевого газа, в том числе, это, называемого, фрекинга, опять же, развитие угольных мощностей, нефтяных, то есть, вот эти конкурирующие ископаемые виды топлива, они все-таки активно развивали свою георазведку и добычу, и много строилось также параллельно с атомными станциями других видов генерации. Вот, но, по-моему, мнению, самый главный момент, с чем связано такое переосмысление «Временная остановка», это из-за самого отношения к технологиям, потому что, по моему ощущению, политики 60-80-х годов уверенно верили, что с помощью хорошо настроенного, проверенного, контролируемого технологического процесса можно создать безопасную, надежную, перспективную энергетическую технологию. И эта вера, она читалась, наверное, после Второй мировой войны, когда было освоено ядерное оружие, было испытано, было даже продемонстрировано его, как бы, огромную энергию, которую он нанесет, и тогда как раз ученые пошли осваивать мирный атом, и в течение 50-60-х годов было построено множество атомных поводных лодок и наши транспортные доколы, и была вот уверенность у политиков, что они смогут с помощью ученых, технологов, инженеров решить удачу. И вот, как раз, мне кажется, 80-е, 90-е, 2000-е, в мире политики наступило небольшое перемещение акцентов в сторону, наверное, культурных, культурно-социальных ценностей, культуры, какого-то гармонии всех со всеми, чтобы никому не было страшно, не обидно. И политики, вместо того, чтобы быть уверенными, стараться быть, естественно, уверенными в ученых, в производстве, в технологиях, они больше делали акцент на социальную сферу, на популярность, на привлекательность для тех же зеленых, для простых людей. И вот тут как раз атомная энергетика, будучи сложной технологией, оказалось для политиков достаточно сложные вещи, чтобы продолжить ее развитие в 90-х двухтысячных. Ну, мне кажется, что моя, конечно, точка зрения, 79-й год, Three Mile Island, выявлены недостатки. Понятно, что для того, чтобы их устранить, нужно, простите, дополнять проекты системами безопасности, значит, это станет дороже. Фрейкинг, который вы упомянули, это все-таки 2009-2010 год, тогда стало окончательно ясно, что экономическая целесообразность появилась, хоть какая-то. Это отдельная тема для разговора. У меня такое впечатление, что не стоит забывать, что американский проект атомный, он своеобразен, он не находится в руках государства, там все делали частные компании, и для них вот они прикидывали, насколько нужно увеличивать объем инвестиций, и, может быть, они бы что-то и сочетали, но здесь 86-й год. Добавка ядерная, ну, так скажем, антиядерная истерия немножечко, потому что вот и у Соединенных Штатов аварии, у Советского Союза авария, но если у них аварии, так может и не надо ничего. И вот пошла эта пауза, потому что, ну, разумеется, и в Чернобыле тоже анализ произошедшего был проведен, и решение все тоже. Для того, чтобы ничего подобного не происходило, надо наращивать систему безопасности так, чтобы ничего подобного ни при каких обстоятельствах не происходило. Если мы сейчас смотрим на проекты поколения 3+, так называемого, уж не знаю, насколько оправдан там плюс, ну, если брать ВВР-1200, французский АПР-1600, американский АП-1000, то, ну, практически до 35% стоимости, это система безопасности. ВВР, допустим, 1200, их 33 штуки. Когда увидел, что сделали наши ученые-конструкторы, я понял, что даже для того, чтобы изучить, как вот они друг с другом сочетаются, ну, полгода-год потратить, чтобы понять, вот сколько, насколько их много, когда дают вероятность за штатной аварии 10 в минус 6 лет, то есть одна авария в миллион лет, ну, понятно, это безопасность, это дорого. Может быть, вот, из-за, кстати, интересный момент, откуда появились эти технологии безопасности, если в нашей стране их преимущественно разрабатывал сам Росатом, новые ловушки безопасности, рекомендаторы и так далее, улучшая действительно производственную безопасность, естественно, аварийную, то на Западе вот эти вот требования, новые требования по безопасности реакторов в большей степени устраивал регулятор. Устанавливал. И вот самый яркий пример – это американский регулятор, который все последних 30 лет имеет откровенно антиядерную политику. И они, будучи независимыми, как и все регуляторы, будучи независимым органом, проводят в естественных интересах общества, общественной безопасности настолько обширные проверки и требования к новым конструкциям, что позволить себе разработку ядерной технологии становится невероятно дорого. И только очень богатые люди, компании, стартапы, Билл Гейтс, могут позволить себе пройти весь процесс от начала до конца, который действительно крайне сложный. И вот даже примеры, когда, по-моему, по Гонаду завернули один из стартапов, сказали, что неполная заявка, я точно не помню какой, один из больших стартапов, вот, и дали еще там пару лет на обновление документации. И вот как раз вот позиция регулятора, которая во многом в Америке связана с политической конъюнктурой, с политической системой, там как раз сыграла, играет роковую роль, что практически очень сложно работать в таких условиях для атомной отрасли. Ну, вообще, проблема регуляторов, на мой взгляд, она действительно очень серьезно стоит, если мы смотрим, что происходит с реакторами новых поколений. Тот же реактор АП-1000 в Соединенных Штатах лицензию получил. И дальше, вот когда Великобритания решила, что она начнет новую свою ядерную программу, начался процесс лицензирования уже утвержденного проекта Великобритания. Заняло это почти 10 лет. То есть, мало того, что государственные регуляторы настолько жестко подходят, они очень мало сотрудничают между собой. То есть, казалось бы, если берем американский регулятор, то, что есть и опыты, и квалификации, и все в полном порядке, но новая страна, и все начинается просто с нуля, с обликом проекта, и далее, далее, далее в Англии три этапа лицензирования. Допустим, сначала было как бы межправительственное соглашение, что Хуалон-1 китайский пойдет, пять лет он прошел два этапа лицензирования, на третьем просто сломался, потому что понял, что там еще лет пять пройдет. Тоже какая-то, с одной стороны, международное сотрудничество, казалось бы, всем выгодно, но не наладить вот эту работу, но один раз мы этот проект лицензировали. То есть, давайте оставим тогда только лицензирование уже в привязке к строительной площадке. Это действительно сложный вопрос, сложный вопрос, и есть у МАГАТЭ инициатива по стандартизации глобальной, в том числе и новых проектов, и сотрудничества регуляторов, есть эта тема глобальная, и проводится всегда аналог с авиационной отраслью, когда один и тот же самолет успешно летает в разные страны, в разные аэропорты, и везде знают, как с ним обращаться, какие у него требования, какие задачи. Авиационная отрасль успешно реализовала международные стандарты глобализации, договоры между странами. В атоме отрасль все крайне и крайне идет сложно, медленно, но тем не менее, за счет появления новых, новых, более, может быть, даже сказать, какой-то степени простых, тех же модульных реакторов, не таких крупных проектов, как большие атомные станции, например, 4 блока, 2 блока, когда сроки не такие длинные, то, может быть, какие-то детали можно будет легче стандартизировать, глобализировать. По крайней мере, эту проблему знают, они стали чаще говорить, может быть, какие-то подвижки будут, например, Росатома, который удачно прошел лицензирование в Европе, а это не только лицензирование в Финляндии, в Венгрии, это и лицензирование со стороны Евратома. То есть, другое дело, что сейчас опять же политическая ситуация изменилась настолько, что успешное лицензирование европейским сообществом нашего проекта не дает повода для того, чтобы появлялись новые обязывающие контракты, начиналось новое строительство. Но это же вот еще одна вот тоже, о чем вы говорили, что есть технологические проблемы, есть регуляторные проблемы, есть еще политические, никуда от них не денешься. Если вспоминать ситуацию после 2011 года, ну, кроме как антиядерной истерии, которую испытывала во всем мире, причем во многих местах искусственную, по-другому ситуацию не назовешь. Совершенно необдуманное, ничем не обоснованное решение целого ряда европейских стран закрыть атомную энергетику, не думая, не просчитывая, закрывая МАЭС, что пойдет на смену. Вот у тебя два блока под тысячи мегаватт было, ты это закрыл. Чем ты это хочешь компенсировать? С солнечными ветряными панелями? Прекрасно. Вот только они от погоды зависятся. Ты никогда не можешь сказать, будет этот объект у тебя генерировать энергию или будет просто украшать пейзаж. Вот как-то одно на другое наслаивалось. Ну, на мой взгляд, вот та была большая тройка прошлого века, СССР, США, Франция, ну, как-то просто распалась. Ну, еще Англия, Южная Корея. Ну, можно тоже к ним. Они тоже достаточно много инвестировали в ядерные технологии, Но, опять же, главной, наверное, рыбой денутой головы, мне кажется, это отсутствие политической воли и политической уверенности объяснять населению о долгосрочной энергетической вообще стратегии и программе страны. Когда политики хотят, например, как в примере Ангела и Меркель, договориться с зелеными, закрыть станции, но остаться у власти, а, как говорится, что потом будет делать страна, которая вкладывала 30 лет в ядерные технологии, имела передовые ядерные реакторы, невероятно красивые, которые могли еще работать 30-40-50 лет, каждая. Но в момент сиюминутной выгоды Меркель надо было остаться у власти, вместе с зелеными заключив в коалицию, да, ну, и закрыв правильные станции. Вот тут как раз вопрос к политической системе. Вот в нашей стране это действительно одна из сильных наших сторон, я бы даже сказал, это самая сильная страна в России, то, что атомная отрасль, помимо, естественно, будущей, создавая ядерный щит, обороноспособность страны, она также выступает устойчивой экосистемой для инвестиций в самого разного рода образовательные технологии, обучающие, естественно, производственные, научные, то есть весь тот научно-производственно-промышленный комплекс, который создавался в СССР, сейчас Росатом под эгидой госкооперации не очень серьезную политическую поддержку может уверенно планировать свое долгосрочное развитие по многим рынкам. И вот на Западе это сложным направлением. По многим направлениям, в том числе энергетическим, но не атомным, атомным, но и не энергетическим, и не атомным, и не энергетическим мы все это видим, потому что если просто посмотреть список тех новых направлений, которые Росатом появились, у нас по передаче уйдет, просто на то, чтобы перечислить. И композитные материалы, и ветроэнергетика, и СПГ-технологии, и Атомфлот. И теперь уже речь зашла о том, что появится еще и собственность судостроительный завод. И сотовая связь даже будет планировать. Чего только нет, не говоря уже про образовательное направление, там вообще любо-дорого смотреть. Кстати, надо будет, наверное, один раз взять и посмотреть на все. Начиная от школы Росатома, я не удивлюсь, если вы мне тут в следующий раз сообщите, что появился детский сад Росатома. Кстати, вот эти детские сады, особенно в Атом на городах, они получают интересную поддержку, в том числе и со стороны СМИ. И регулярно поступают новости о самых юных детях, которые как-то по-самому видят атомную энергию, видят роль атомной станции, будучи жителем этих городов. Показывают, что работа папы и мамы, она интересна, сложна и нужна. Вот, и опять же, вот пример, например, французской Оревы, Орана, которая до последнего времени была частной во многом компании. Там, конечно, государственная тоже факта присутствовала, но она все-таки работала как независимая, ну, как больше частная корпорация. Сейчас же речь идет о полной национализации, завершается, и государство опять возвращает себе контроль и свои интересы с попыткой создать какую-то устойчивую компанию для долгосрочного развития. Но опять же, одной стороны, они как бы помогают национализировать, а с другой стороны, ее банкротят, забирая от нее, там, сколько-то, миллиардов прибыли, которые она получила сейчас за счет продажи достаточно дешевого, экономически дешевого электричества, тоже непонятный. Вот судьба французского гиганта… В очередной раз. В очередной раз висит, висит на обсуждении, потому что нет денег, профсоюзы протестуют. И, с одной стороны, Макрон заявил, вот, 6 реакторов в ближайшее будущее, потом еще 9, еще модульный реактор, нужно построить к 2030 году. То есть, Макбонгрон крайне имеет амбициозные планы, но, по сути, корпорация постоянно борется с угрозой банкротства. Не, ну, после заявки о том, что есть вот такая идея, необходимая организационная структура. И, на мой взгляд, вот то, что Росатом мы видим в таком состоянии, в каком он и есть сейчас, с ним очень тяжело конкурировать, во многом сохранена структура Министерства среднего машиностроения и системы управления. Я не устаю напоминать, что атомный проект у нас начинался под личным контролем верховного руководителя страны, Иосифа Вестреновича Сталина, у которого был ровно один подчиненный в спецкомитетном, руководил Лаврентий Павлович Берия. Ученые, весь инженерный, конструкторский состав, это уже... Вот до туда Иосифа Вестреновича никогда не добирался. Вот такая странная традиция. Но если мы откроем устав Росатому, мы обнаружим, что высшим исполнительным органом государственной корпорации Росатом является генеральный директор. Один человек, одно лицо, подчинялся с момента создания в 2007 году Росатом президенту Российской Федерации напрямую. В 2008 году вот какая-то странная чехарда произошла, неожиданно прямое подчинение появилось премьер-министр, ни с того и ни с сего. Как такое случилось? А в 2012 году опять стал подчиняться напрямую президенту. Правда, фамилия президента в премьер-министров совпали. То есть у меня такое впечатление, что вот когда нет дополнительных каких-то прокладок, грубо говоря, которые... Идеи, которые появляются наверху, или наоборот идут снизу наверх, где-то он успевает замылить, проскакивает насквозь. Может быть, на этом мы, конечно, и выигрываем. Выигрываем на том, что Росатом сумел сохранить ядерное вузо. Не только МИФИ, ФТИ. Совершенно отдельное явление Томский политехнический институт, который сейчас назвали университетом. Но это явление. Потому что, казалось бы, очень далеко от центра страны, но мощнейшая школа, собственно, реактор... Единственный действующий реактор в России, исследовательский. Вот, может быть, за счет этого сохранилось. И у меня еще иногда такое впечатление, что вот у нас же тоже пауза была после того, что произошло в Черноборе. Дорабатывали системы безопасности для уранографитовых, РБМК-1000. Тогда же у нас уже серийный действительно шел ВВР-1000. И вот эта пауза в наши 90-е годы, с одной стороны, многие ругают сделку в ООН, но на всякий случай напоминаю, что ее придумал не Черномарзин. Ее придумал руководитель Минатом, который до этого руководил центром Саровья. И придумал ее не от хорошей жизни, потому что был момент, когда в отрасли просто не было денег. Вот эти деньги, они просто спасали. Не давали... Давали возможность платить достойную зарплату, чтобы люди не уходили. Была вторая палочка, вручалочка. Контракт с КНР о строительстве первых двух блоков атомной электростанции Тиньвань. И, кстати, вот говорят о новых системах безопасности. В 99-м году ловушки расплава на ВВР-1000 на атомной электростанции Тиньвань уже были поставлены в постфукусимский набор, в постфукусимский кодекс безопасности МАГАТЭ была окончательно утверждена в 2012 году. Почувствуйте разницу, наши конструкторы уже тогда придумали. И надо отдать должное. Я посмотрел, как выглядела ситуация в Китае со строительством этих блоков. Понятно, что у нас была почти десятилетняя пауза, когда заказов не было. Китайцы даже не возмущались, когда проходил контроль оборудования на месте. Выяснялось, что надо менять, надо подождать еще месяца 2-3. Ни разу не выставили ни штрафа, ничего. Они вот терпеливо ждали, пока все будет сделано. То есть, два каких-то контракта, такое впечатление, что просто повезло. Китайский контракт, ВОО, ну вот на этом мы продержали отрасль до того момента, когда не началось, ну, во-первых, не началось окончание всего, что было запланировано в советские времена. Ну, ростовская атомная электростанция доставилась и так далее, и так далее. Какой-то подъем пошел. Мы удержались. Да, удержались. И во многом, наверное, это переформатирование в госкооперацию. Некое предание такой бизнес-привлекательности, чтобы соответствовать современному миру, современным задачам. И вот опять же, наверное, самое выходящее из отсутствия политической воли и уверенности в атоме отрасли проблема – это сопутствующая этому отсутствию интереса у молодежи. Когда они видят, что атомная энергетика слабо поддерживается, не поддерживается вообще, или никто не хочет за нее заступаться. И никто не понимает, будет она развиваться или нет. Я получу, буду получать образование, упорно приду, три года отработаю, мне скажут, все, теперь ты менеджер. Или теперь ты работаешь там в ветряной индустрии или там в нефтегазе, какого-нибудь. Ну да, как это вот набор. А новые лидеры, вот если сейчас смотреть на количество строящихся новых энергоблоков, это, конечно, Китай. Понятно, что далеко не все из того, что там строится, это китайские технологии. Там были и французские изначально, в 90-е годы они еще пришли. Там есть и атомная электростанция по американским технологиям. По канадским технологиям, наши технологии, но наши правда не передаются. Со всеми остальными можно договориться с нами пока не получается. Справится Китай с ролью лидера. Я считаю, что будет, будет они лидер. Финансовая подушка совершенно другая. Конечно, да, конечно. Я считаю, будто они лидеры или нет, это уже мы будем потом смотреть. Но то, что у Китая просто нет другого выхода, у них нет других вариантов, в коем-как развивать массовую, коммерчески привлекательную атомную энергетику с замыканием ядерного топлива цикла, чтобы решить топливную проблему, со всеми видами ситуативных малых реакторов. Вот мы говорили, высокотераптурные два реактора они запустили. Как бы кто-то считает их уже четвертого поколения. То есть в этом плане они лидеры. Ну, если смотреть в программу Generation Photo, там высокотераптурные газовые реакторы, газоохлаждаемые реакторы, да, они есть. То есть это четвертое поколение. Ровно так же, как и наши быстрые натриевые 600-800-ые. Это тоже четвертое поколение. То есть у них одно направление, у нас другое направление. Ну, вот, кстати, я не знаю, считается ли у нас Бен 600 и Бен 100 как четвертое поколение. Потому что у Инпро, так называемого группы Инпро, у них есть определенные требования для четвертого поколения. И, например, одни из них – это то, что, например, концепция вывода из эксплуатации должна сразу быть прописана в самом проекте. И, например, там, естественно, по безопасности требования, по материалам, по подоговичам. Там интересный набор критериев для четвертого поколения. Но у нас это линейка Бен – это крупные промышленные реакторы. Прироси предназначены для выработки электроэнергии в большом количестве и с высокой безопасностью, и с минимизацией топливной составляющей. Это быстрые реакторы, МОКС-топливо, переработка топлива. А в Китае же этот, там у них одна турбина, два высокотерапевтных модульных реактора HTRPM. – 200 мегаватт мощности на одну турбина вывели. Чтобы было понятнее, охлаждение идет за счет гелия. Гелия способна за активные зоны реактора выводить, забирать значительно большую температуру. То есть я немножко так отслеживал этот китайский проект. Там 900 градусов. На выходе, если сравнивать с нашими реакторами ВВР-1000, ВВР-1200, в два с половиной раза больше тепла. Соответственно, больше возможностей для выработки не только электрической энергии, но и тепловой. Соответственно, выше КПД всего энергоблока. Борьба такая. Одновременно и технологическая и научная. Совершенно другой вид топлива и экономическая. А топливо невероятно интересное. Некоторые называют пылью. А в целом, там микротвеллы шаровые, так называемые сферические топливные элементы камешки, диаметром 60 мм и содержащие 7 грамм топлива, обогащенного до 8,5%. Всего в каждую активную зону такого высокопатрульного реактора китайцы засыпают более чем 245 тысяч вот этих сферических камешков. Причем они внутри еще непростые. То есть это не просто сфера. Да, там, естественно, активная зона, имеет определенную конструкцию. И каждый такой камешек микротвелл, он имеет внешний слой графита и содержит внутри каждого камешка 12 тысяч четырехслойных топливных частиц с керамическим покрытием. Матрешка. Да, полная матрешка. И это топливо обладает высокими механизмами безопасности. И основная идея – то, что оно останется неповрежденным и продолжит сохранять свою радиационную устойчивость при температуре до 1600 градусов Цельсия. То есть это температура, превышающая ситуацию в Кусиме и любую возможную подругу, которая сейчас может возникнуть в реакторах внутри. Ну, преимущественно многих реакторов. И вот этот подход этих микротвеллов к кедерной безопасности, то, что уже новые виды топлива, у топлива тоже есть некие классификации по поколениям, но вот эти микротвеллы, которые в том числе «Луч» продолжают разрабатывать, российский поиск Подольска, решает одну из проблем безопасности активной зоны и потери теплоносителя и охлаждения реактора. То сейчас так носа фокусима, в принципе. Ну, то есть, если смотреть на саму программу Generation 4, поколение 4, реакторы на быстрой натриевой там точно есть с жидким теплоносителем, с металлическим теплоносителем, они точно есть. То есть и... Брест считается, что это поколение. Брест тоже туда подойдет. И то, что все мы ждем, когда в очередной раз будет попытка защитить проект БН-1200. Первый раз недостатки были выявлены, время на то, чтобы устранить было дано. Но вот если не в этом году, то в следующем вторая попытка защитить перед научным советом проекта должна пройти. Кстати, с последних новостей по БН-1200 начались работы по изысканиям и по новой площадке 5-го энергоблока Беварска ЕС уже была новость буквально месяц назад, то, что изыскательские проекты, изыскательские компании проводят уже подготовку этой территории для нового блока. Проводная площадка тоже нужна, конечно. Ну и новости по БН-1300 мы уже рассказывали. Там работы идут в строгом соответствии с календарном графиков. Никто никуда не отстает. Есть еще несколько направлений. Может быть, они менее интересные. Сверхкритические параметры пара с тем, чтобы процентов на 8 поднять КПД. Есть, правда, оценки, что может быть даже на 12% удалось поднять. Есть еще какие-то варианты, но наиболее быстро продвигающиеся. То, что у китайцев удалось с высокотемпературными газовоохлаждаемыми и наши жидкометаллические. У нас, правда, в свое время был проект СВБР, свинцово-висмутовый быстрый реактор. Тоже блочный. В Димитровграде его планировали строить 100-мегаваттный. Это, по-моему, первое у нас в истории нашего атомного проекта частногосударственной. Вкладывалась компания «Еон» Олега Дерипаски. И вот вы вспоминали про регуляторов. Проект не удалось продвинуть. Там, конечно, повлияло и кризис с 7-го и 8-го годов. Но одновременно выяснилось, что на переговоры с нашим регулятором идет очень много времени. Наш регулятор считал, что все, что связано с системой физической безопасности, физической охраны, менять нет никакого смысла. И попытки объяснить, что, ну, понимаете, то, что подходит для физической охраны 1000-мегаваттного, оно не может быть таким же для 100-мегаваттного. Потому что иначе получится, что вся прибыль, которую способен вырабатывать такой энергоблок, она будет уходить на зарплату охраны. Убедить не удалось, но по разным причинам рассыпался. Может быть, к этому вернется. Вернуться, мне кажется, что проект интересный. Тем более, что свинцовый-висмутовый теплоноситель у нас хорошо отработан. На лодках он у нас определенное количество реактора лет отработал, он знаком. Ну, вот было бы еще один, еще один вариант. Свинцовый, натриевый, свинцовый-висмутовый пока, к сожалению, нет. Вот мы волей-неволей пришли к тем самым проектам блочных атомных станций малой мощности, АСММ. Что за идея? Связано ли это с тем, только с экономическими какими-то вопросами, что быстрее, дешевле и так далее? Или какие-то там еще есть идеи? Откуда идея сама взялась, как ее формулировать? Ну, идея сама достаточно древная, это про оптимизацию производства, что в заводских условиях гораздо проще и быстрее, и надежнее собрать и построить части у какого-то объекта, и потом это собрать на месте. То есть, такие технологии уже. Все на месте подготовили фундамент, все привезли. Да. Вспомнили, как в детстве играли в Лего. Да. Вот. Я думаю, что малые модульные реакторы, и в том числе и микрореакторы, которые сейчас тоже начинают развиваться, я думаю, это ответ на один из тем нашей передачи, вызовы, стоящие перед админутру селю. Вызовы финансирования, больших объемов финансирования, которые требуются сразу для запуска крупных АЭС, и его стоимость этого финансирования. И также некого упрощения эксплуатации атомной станции с точки зрения уменьшения количества персонала, сокращения вот этой аварийной зоны, в том числе по зоне безопасности. То есть сделать, может быть, не какой-то там мега-супер-чизбургер огромный новый, а сделать простой маленький там бургер, но который будет работать эффективно, массово, который дешево, где не надо будет столько сложных моментов контроля, надзора, столько много людей и денег, так сказать, и топливные компании там, соответственно, тоже увеличиваются. Там некоторые заявляют 20-25 лет на одном топливе, там те, как на бегущей волне, там тот же. То есть это ряд ответов на вызовы большой атомной энергетики. Ну да, я на самом деле смотрел, были еще мысли о том, что это позволяет работать на вырост. То есть взял площадку, вот у тебя промышленность или населенный пункт, которому электроэнергии надо, растут производственные объекты, требуется большей мощности, мы просто ставим следующий блок. Не исключено, что там, где мы начинаем с малой мощностью, там 100 мегаватт, 200 мегаватт, там проходит какое-то количество лет, и когда мы там всего-всего-всего наставили, выясняется, что в принципе она уже есть и крупные станции. Например, на ряде станций просто строятся новые блоки дополнительные, там, ну, где вот, там 6 блоков, там даже Запорожская АЭС, там. Я не думаю, что сразу планирую построить 6 блоков, хотя, может быть, и планировали. Может, сначала построили, допустим, на 4, а потом поняли, что площадка позволяет территорию, позволяет еще два блока построить. Ну, да, и там промышленно очень радостный район был, но с потребителями там точно проблем не было. Весь этот регион, там огромная промышленность, металлургическая промышленность, она всегда энергоемкая, так что там проблем не было. Но если говорить о мировых рекордсменах, то и в Японии есть же атомные электростанции, там, по-моему, 8 блоков работают. Да, Касивазаки-Кориза, да, самая крупнейшая станция в мире. Да, и они площадку, конечно, полностью оптимизируют под серийные технологии. За счет серийности достигается, там, экономический эффект определенный. Вот вообще, в целом, как идея малых модульных реакторов, они должны решить многие проблемы, которые есть у больших реакторов. Одна из них – это отношение с общественностью, с обществом. То, что все эти малые модульные реакторы должны быть, как в современном языке, ультрабезопасные. Как говорится, заявляется о том, что если даже человек ничего не будет делать, автоматика машины, все само естественной безопасности остановится. Вот, наверное, это интересный ход. Интересный ход, потому что, в принципе, вот как я вижу, то, что малые модульные реакторы должны размещаться в центрах мегаполиса, в больших городах. Вот это мое видение. Но пока Росатом говорит, что это хорошее решение для удаленных территорий, где строить какие-то продолжительные сетевые решения, дорого, что, ну, в качестве классического примера, академик Ломоносов пришел в ПИВЕК в планах закрытия Билибинской атомной электростанции, нужна новая линия электропередач, потому что сейчас она есть, но ее в 60-е годы догадались на деревянных опорах сделать, простите, просто сгнило. И Росгидро получает задачу построить новую линию электропередач между ПИВЕКом и Билибином. Вроде бы расстояние небольшое, всего 400 километров. Сметная стоимость 18 миллиардов рублей. Потому что горы, потому что климат, и так далее, и реки, и все что угодно еще. Можно вот у тебя здесь объект, допустим, населенный пункт, промышленный объект. Почему сейчас принято решение о строительстве атомной станции малой мощности в Якутии. Там нет объединенной энергосистемы, такой, которая позволила бы этот объект подключить. Там нет даже дорог для того, чтобы построить традиционную какую-то электростанцию на ископаемом топлива, потому что это ископаемое топливо, доставленное туда, будет очень дорого стоить. Понятно, что ядерное топливо стоит, его логистика тоже дешево не будет, но она нужна раз в 12 лет. Не каждые 2-3 месяца каким-то образом там сквозь снега, сквозь фунтру пробиваться. И еще одно из направлений, почему Росатом рассчитывает, что на юг вот это решение о том, что Россия разворачивается на юг, тоже может состояться, потому что есть множество основных государств, в том числе населенные острова, где построить классическую тепловую электростанцию нужной мощности, это полуостровая занять. На этом острову кончится. А вот варианты плавучих атомных электростанций, которые не выходят на сушу, позволяют оставлять там, если это какой-то туристический остров, он и будет туристический. Вот там где-то есть причал, туда подвели кабель, здесь у нас все в порядке, огни играют, отели работают. Да, да, это интереснейшее решение, которое позволяет сэкономить на строительстве, потом также на транспортировке, потому что ты получаешься транспортирующую весь объект сразу, ты не надо везти туда никакие материалы, ну, естественно, площадку надо сделать, причал надо сделать. Безопаснее. По сравнению с теми деньгами, которые требуются для атомной станции классической, большого масштаба. Да, в перспективе мы, я думаю, много может быть заказов на плавучей станции, много где-то кому поможет. Ну, опять же, возникает вопрос, который непонятно, как решать, физическая охрана. Я понимаю, когда академик Ломоносов в Певике, там всевозможные террористы из южных стран, ну, может быть, они когда-то и дойдут, но, скорее всего, они станут обедом для белого медведя. И, опять же, там есть трудовой коллектив из ведомства Сергея Кужугетова и Чешуйгу. Мало того, там все друг друга знают, новые люди там, ну, откуда он появится? Через Северный полк, поле с пешком на лыжах? Вряд ли. А вот как, нет, я понимаю, что Сергей Кужугетович ничего не будет против, если его попросят. Ну, не кажется, если оно согласится. Это один из страхов. Другие страхи. Цунами. Волна вот захлестнет плавучую атомную станцию, и что? Это будет Чернобыль у берега, да, вот. Очень много бояться. И, опять же, вот эта ситуация с общественным мнением и с общественными страхами, в том числе страхами и бизнеса, и промышленности. И почему я говорю, что я считаю, что будущие малые модульные реакции, этапы должны строиться в центрах городов. Потому что атомная энергетика должна прийти к людям. Промышленность далеко, север, там это все хорошо. Ну и получается, общество живет своей жизнью, а атомный возраст где-то там по окраинам строит мощные объекты, но мало кто знает. Но я считаю, что надо поставить задачу сделать новые реакторы настолько прозрачно, безопасными, чтобы каждый житель города понимал, почему этот реактор стоит внутри города, почему он там работает, в чем его преимущество с другими видами генерации топлива, и почему общество решило строить атмосференции рядом. Потому что тогда получается, общество может лучше узнать об этой технологии, изучить ее, избавиться от страхов. А так, как говорится, вон в интернете столько ужасов. Он тоже в Японии, у них там массовые, до сих пор протесты, истерии, там рыбаки не хотят рыбу ловить и так далее. Потому что это общественное мнение, если мы с вами, будучи энергетическими журналистами, мы уже давно в этом супе варимся, понимаем более-менее откуда и куда что идет, то для простого обывателя, простого человека это все представляет большой страх атомной отрасли. По-моему, на самом деле, тоже очень многое зависит от государства. Когда было принято решение в Астрасе строить белорусскую атомную электростанцию, тут же начались какие-то протесты в соседней Литве, действительно близкой к границе. Я просто устал считать, сколько было дней открытых дверей на этой атомной электростанции, приглашали всех, литурских журналистов туда не пускали. Ситуация совершенно абстрактная, мы боимся. Но приедьте, посмотрите, убедитесь, что все спокойно, задайте любые вопросы. А мы не поедем, нам страшно. Ехали люди самых разных государств, с других континентов, приезжали посмотреть, убедиться, что в Беларуси атомная электростанция в полном порядке. Те люди, которым, в общем-то, от Вильнюса до Островца доехать 2 часа на автомобиле, причем вместе с пограничными процедурами, просто не приехали. И продолжают уверять, что нам страшно. Противоположный пример в Венгрии. Там за все годы работы атомной электростанции ПАКШ, она не где-то на отшибе, доехать до нее тоже никаких проблем не составляет. Четыре реактора ВР-440, ни одного инцидента. И когда было предложено строить атомную станцию ПАКШ-2, все общественные обсуждения и оценки воздействия на окружающую среду только положительно отзывы. Почему? Потому что все в Венгрии, ну, если не сам съездил, то сосед съездил, знакомый, родственник. Все видели, все знают, никаких проблем нет. Вроде бы то и другое, европейские страны, но настолько разный подход, настолько разный результат. Это политическая конъюнктура и политическая воля. Страх политиков занять какую-то определенную позицию и кому-то не понравится. Это серьезное для них испытание и проверка. Даже Макрон, даже Макрон по выступлению Макрона, мне кажется, он даже делает заявление, он до сих пор не верит и боится, и пытается как-то вот, может быть, что-то придумать, типа Германия, альтернативная. Они же планируют опустить атомную ригу до 50%. То есть, понятно, это такая трендовая общественная повестка, и он пытается соответствовать этой зеленой экологической повестке. А когда вот он заявлял о шести реакторах до 30-го года, потом еще там 9 и так далее, не знаю, насколько это были политические или реально производственные заявления лидера страны, которые как вот во Франции Деголь и строил, то, что самым был человеком, так сказать, практичным. Нет, ну Деголь это вообще отдельная тема, как возникла компания ЭДФ, если кто не в курсе, Франция была гапиталистической страной, но были национализированы 78 компаний. Почему? Потому что Деголь в послевоенное время пытаясь разобраться, что происходит в энергетике, обнаружил там больше сотни компаний, вообще ничего не понять, и принял, ну вот он маршал, генерал такой, просить, человек военный, чтобы был порядок, но давайте его просто. Ну вот и живет ЭДФ, она эксплуатирует и гидроэлектростанции, и угольные электростанции, и газовые, и она оператор всех атомных электростанций. В принципе, подход во многом похож на то, что происходило в Советском Союзе, но ЭДФ вполне себе жива, если не считать того, что в связи с энергетическим кризисом, который в 21-м году начался, ЭДФ тоже осталось без прибыли. Но это опять политика, Франция заявила, правительство Франции заявило, что она фиксирует стоимость электроэнергии, это хорошо, но компенсировать чем? Вот о том, что много зарабатывают. Да, вы же обещали дешевую энергию, вот делать ее дешевый. Вот давайте сюда всю вашу прибыль и выживайте, как хотите. А там рассказы о том, что необходимые плановые ремонты и подготовка специалистов, и что-то еще, это все потом нам надо решить политические какие-то вещи. Да, потому что политики должны понимать, мне кажется, хотелось бы, чтобы они понимали о временных планах вообще развития такой отрасли, как атомная и другие, уголь, нефть, газ, ветровая, где проект реализуются очень быстро, где можно с рынка найти много технологий, персонала, когда у атомной отрасли эти временные рамки растянуты, и ты не можешь вот так вот такие компании оставлять без средств, это огромные риски будущим поколениям. Ну, да, потому что я помню, когда Финляндия решилась подписывать договор с Росатомом, там первую, последнюю страницу даже опубликовали в открытых источниках, действительно неожиданный шаг был, начало действия договора 2013 год, окончание договора 2112 год. Это договор про атомную энергетику, просто на 100 лет. Понятно, что ни в одной другой отрасли такого нет, даже самая новая газовая угольная электростанция 30-40 лет эксплуатации, все, здесь расчеты совершенно иные, когда подписывались пакет контрактов с Арабской Республикой Египет, топливный контракт 60 лет. Я понимаю, что ни угольным, ни газовым компаниям такое не снилось, то есть какая-то из электростанций подписывает тебя, как добытчика топлива на 60 лет вперед. У них такого быть не может, и может действительно политикам сложно ориентироваться. Вот здесь биржевые торги, что-то меняется, что-то не меняется. Это вклад в топливную составляющую, в себестоимость электроэнергии на атомных электростанциях сколько? 3-5%. Ну, кто-то говорит и выше, но вот в МАГАТЕ нас учили, что 3-5% в среднем. И вот ничего не меняется, потому что, да, известны биржевые цены на закись-окись урана, на урановую руду, если угодно. Но на самом деле на спутовом рынке, ну дай бог, если 10% этой продукции, все остальное ушло в долгосрочные контракты, и всех это совершенно спокойно устраивает. Но вот эти стороны ископаемой энергетики, они могут и быть их преимуществами. То, что можно быстро купить сырье, быстро построить заводы по разным технологиям, быстро вернуть инвестиции, вот этот вот дешевый газ, дешевый уголь. Ну, когда эра закончится это время, но, например, в Америке, практически во всех заявлениях об останове реакторов, о их закрытии, все владельцы частной компании говорили о том, что они просто не могут конкурировать, во-первых, с дешевым газом, а во-вторых, с постоянно датируемой зеленой энергетикой, когда ее просто субсидирует государство. И в этих экономических условиях государство просто делает невыгодным развитие атомной отрасли. Ну, приблизительно такая же ситуация в Швеции, потому что там преференции в сторону зеленой энергетики настолько высоки, что не потому, что там что-то устарело, не потому что антиедренное настроение, потому что по деньгам конкуренцию не выдержать. Не выдержать, потому что, если дается команда системному оператору, прежде всего пускать потребителям то, что выработано на солнечных панелях, на ветротурбинах, по остаточному принципу, то есть атомная электростанция то ли продаст свою электроэнергию, но маневрировать мощностью реактора, но это тоже совсем не праздник жизни. Более-менее продвинутые технологии у французов, там маневры, возможно, это предусмотрено. Но это не главное обратно энергетику. Это не главное, это какой-то маленький деталь по сравнению с другими видами энергорынка. Но ватта энергетика как раз должна в базовой нагрузке ночью и днем выдавать вот эту основу, основу энергосистемы, создавать. Ну, если посмотреть по каким-то экзотическим вещам, я наизустью французское название у меня плохо усваивается в голове, на границе со Швейцарией, вот там просто замечательно. Швейцария каждую ночь покупает электроэнергию у французов, у атомной электростанции, совершенно конкретно для того, чтобы утром ее продать по цене в 2 раза дороже. Там большая разница ночного дневного тарифа, покупают гидроаккумулирующие электростанции. То есть ночью мы покупаем электроэнергию для того, чтобы поднять воду в верхнее водохранилище, утром пик спроса мы сбрасываем, на самом высокая стоимость и продаем французам. Французы охотно покупают, потому что необходимостью маневрировать мощность атомной электростанции просто равно нулю. Никакие внеплановые ремонты, никаких остановок, как в проекте написано, есть проектные мощности на ней, работаем всегда без остановок. Экономим на планово-предупредительных ремонтах, посмотрели, сколько теряем на продаже дешевой электроэнергии, покупаем на покупке дорогой, ноль. Все, полный порядок. Ситуация вин-вин, но вот там просто повезло, действительно повезло. Швейцарцы нашли возможность построить гидроаккумулирующую электростанцию, во-первых, рядом, во-вторых, той мощности, которая подходила для атомной электростанции. В принципе, в таком же режиме могла работать белорусская атомная электростанция, но для этого необходимо, чтобы каким-то образом, может быть, контрабандным путем... И Балтийская. В Литву был ввезен здравый смысл. Расстояние от Крованевской гидроаккумулирующей электростанции, которая строилась синхронно, с Игнолинской атомной электростанции, вот от Крованицы до Игнолина, расстояние больше, чем от Крованицы до Островца. То есть могли бы вот таким же симбиозом прекрасно себя чувствовать, и белорусы бы не отказались от такой технологической помощи. Но они назвали белорусское электричество, как они назвали, то ли грязное электричество, а то ли политические... Как-то они обозвели термин один из политиков, что в Беларуси политические неправильные электричества, энергия. А слов нет, что там происходило. То, что фактически Литва в одностороннем порядке вышла из электрического кольца Брэл, что электросети устроились в советские времена, когда все границы между Союзными Республиками были какими-то разноцветными линиями на политической карте неизвестно для чего их вообще рисовали. Есть прямая граница между Латвией и Белоруссией. Линия электропередачи через нее не проходит, только через территорию Литвы. В результате Латвия оказалась отключена от Белоруссии. Казалось бы, что здесь чисто политика, вот это антироссийские настроения и так далее, и так далее. Ну, так оно внешне кажется. Мы отказались покупать у России электроэнергию, говорят Литва в Белоруссии, не покупаем. Мы вообще вышли из состава электрического кольца Брэл. Звучит красиво, но Калининградская область в состав электрического кольца Брэл не входит. И оказывается, ничто не мешает Литве подписать договор конкретно с Калининградской областью. Она сказала, что вышла, избрал. Сказала. Ну, а это, ну, она уже не избрал. Так они и жили. То есть спокойно закупая электроэнергию Калининградской область продавали на север по несколько другой цене. Но сейчас я этого нет. Это тоже отдельная история, что происходит в Финляндии, которая остановила строительство атомной электростанции. Кто что на этом выигрывает, мне просто непонятно. Ну, признать выиграют все, потому что технологии развиваются, их становится много, рынок тоже растет, и даже и западные страны делают попытки, в том числе, восстановить и атомную отрасль, и поддерживать компанию, и следственные лекарства, и эскоркуляторы считают. Да, да. И вот, наверное, завершая наш сегодняшнюю передачу, можно прийти, наверное, к главному выводу, что, по моему мнению, основной вызов в атомной отрасли – это популяризация и просвещение о ее технологиях. Это сложный вызов, потому что в современном информационном мире не каждый готов отбросить свои какие-то шаблоны, страхи, стереотипы, которые ему кто-то дал, и попробовать открыто изучить. А что такое ядерный реактор, что такое производство этой энергии на ядерном реакторе? Технология непростая, ее не так просто понять, поэтому ее надо научиться просто объяснять, и не стесняться объяснять, рассказывать, приглашать, показывать. Если мы приглашаем иностранных специалистов, то, в принципе, организовывать экскурсии. Но из наших крупных российских энергетических компаний Росгидро уже организовывает туры на большие гидроэлектростанции, чтобы просто посмотрели, в конце концов это красиво. Красиво побывать на Саен-Шушенской ГЭС, посмотреть на водосброс. Да, потому что, опять же, это непростое сжигание в котле ископаемого углеродного топлива. Это сложнейший механизм, ну, не сложный, сложный механизм, на который заточены практически все ветви наук. Это и начиная от теоретической физики, и материаловедения, и конструкционной, и, естественно, все современное моделирование, проектирование. Радиохимия и медицина получила очень большой толщок развития в связи с развитием атомного проекта, не только в связи с тем. Сейчас новое направление медицины, тираностика и так далее появляется. Начиналось с того, что необходимо было обеспечить безопасность всех, кто работает в атомном проекте, но для этого тоже надо было многое узнать, о чем раньше медицина не задумывалась. Я бы сказал, это научное производство электроэнергии по-научному, но наука сложная вещь, и не все, наверное, ученые в обществе, и кто-то не хочет быть ученым, считается слишком сложно. Но, тем не менее, это длинный путь развития атомной, термоядерной, водородной энергетики, на которой сосредоточено большое количество новых технологий, новых направлений, и, дай бог, нашим политикам веры в ученых. Ну, на самом деле, завершая передачу, чтобы настроение поднять, можно даже без каких-то сложностей. Замечательный сериал Сипсон. Вокруг атомной электростанции все улыбаются, все смеются. Мелочь, но на самом деле, либо на осторожность, либо давайте хотя бы поулыбаемся мультикам. Давайте садим. Я не знаю, Симпсоны помогают, атомной станции не помогают. Потому что там есть моменты, когда они крайне показывают атомной станции не с лучших сторон. А с другой стороны, люди есть люди, и эта культура... Смотрится все равно с улыбкой. С улыбкой, да. Может быть, это то, что атомной энергетики тоже необходимо, чтобы на нее смотрели с улыбкой, ни со страхом, ни с трепетом душевным. На самом деле, это красиво, это интересно. Это целый пучок каких-то совершенно новых направлений в науке. Это и диетическая физика, и экспериментальная физика, и радиохимия. Для химии вызов, который дала атомная энергетика, тоже огромный толщук. Материаловидение, даже в геологии появлялись новые направления для того, чтобы справиться с атомной энергетикой, именно с мирным направлением, не только с военным, без которого, собственно говоря, у нас стабильности в мире никогда, наверное, уже и не будет тоже необходим. Цифровые технологии, моделирование, проектирование, новые подходы вообще к строительству, новые подходы к проектированию. Когда сейчас уже сам проект, эти, ну, понятно, цифровые двойники, но там уже сколько, там этих 5, 7, 8, 10, 15D, когда атомные станции настолько уже, как сам проект становится, извините, искусство сложным, и с помощью цифровых электронных технологий все это соединяется и управляется, это тоже очень интересно. Не, ну, проектирование атомных объектов, это действительно отдельная история. Государственно-строительный проектный институт, вот нам рассказывают про наш первый реактор, вот он в Курчатовском институте, 50 или 60 лет отработал. Но обратите внимание, ведь он работал в здании, которое 50-60 лет обеспечило радиационную безопасность. Его проектировали в 40-е годы, когда никакой цифровизации, роботизации не было, когда инженеры-проектировщики вынуждены были ходить на лекции к физикам-отопчикам, чтобы они объяснили, какая сталь тут можно, может быть, используется, какой слой бетона нужен, но они это сделали. Действительно был такой рывок научно-технического развития, романтическое время, физики и лирики. Да, это было модно, быть атомщиком. Ну, а вот сейчас я вот не знал, я говорю, рассказываю, люди неоднозначные, они пытаются понять, что ты там такого нашел. Вот тогда смогли снять фильм «Девять дней одного года». Ну, наверное, настало время снимать новое, и кинематограф у нас по-другому выглядит. Но вот идея мирного атома подать людям так, чтобы они поняли, что он мирный, что он не собирается их завоевывать, и не надо будет отбиваться от радиации, будем надеяться. Я поменял бы мирный на нужный. Потому что мирный, понятно, мир – это мир, война, война и мир – это всегда будет витать вообще в сельской культуре. А вот с точки зрения, нужен ли он, и насколько он нужен, и почему нужно в него инвестировать, почему нужно туда учиться, и по каким позициям он улучшает наш мир, и почему, например, построить дешевую угольную станцию и выбрасывать все отходы в атмосферу, либо построить среднесрочную по цене атомную, но с чистой атмосферой, да, и кто за что будет платить, и на кого ты сбрасываешь отходы, и на будущем поколении обставляешь. Вот эти все вопросы, я бы, да, я бы менял бы на нужный атом. Может быть. Я надеюсь, что у нас это не последняя беседа. Я вынужден устанавливать, потому что дешевая угольная электростанция, все выбросы в атмосферу у нас впереди, я очень надеюсь, интервью с заместителем министра энергетики, отвечающим за развитие угольной отрасли. И поэтому все, прекращаем. Павел, большое спасибо за участие. Я надеюсь, что встречаемся далеко не последний раз. На следующей неделе, как обычно, выйдут наши атомные новости в нашем исполнении. Может быть, мы даже попробуем придумать какие-то иллюстрации ко всему этому, потому что слова словами, а иногда нужно что-то красивое показать. Всем спасибо за внимание. Ваше спасибо. Не забывайте подписываться на наш канал. Распространяйте наши ролики в ваших социальных сетях. Я хочу вам помочь в развитии проекта. Всем спасибо. Всем всего доброго.